На IPO были просто безумные заработки, как оценивает широкий рынок акции этой компании. Становится понятно, сколько в текущий момент реально стоит компания. Компания на этом может довольно серьезно заработать и привлечь заметный капитал для своего развития. Уважаемые друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. Сегодня мы будем говорить про IPO – инвестиции в первичное размещение акций. Что это такое, как на этом можно заработать, сколько можно заработать и каким образом в этом можно участвовать. Постараюсь разобрать для вас основные вещи. Давайте для затравки покажу некоторые примеры того, сколько можно было заработать на IPO за довольно короткий промежуток времени. В среднем за последние пару лет доходность по IPO была совершенно безумная. На уровне порядка 100% плюс годовых, причем в долларах. Это очень много. И всегда надо понимать, что обратная сторона доходности высокой – всегда высокий риск. Когда вы видите такую огромную доходность, вы должны понимать, что это не просто так. За этим всегда стоит возможность потерять деньги. Причем очень серьезно потерять. И IPO – это совершенно точно не тот инструмент, куда надо нести последние деньги, заемные деньги и так далее. Возможно, какую-то небольшую часть вашего рискованного портфеля вы сможете сюда направить. Давайте разберемся более подробно, что это такое. IPO – Initial Public Offering. Начальное публичное предложение. Это процедура первичного размещения акций на бирже. То есть прежде чем акции появятся в свободной торговле на бирже, они распространяются, скажем так, по закрытому кругу инвесторов. Ну он такой условно закрытый, но пока они еще не доступны публично. Но первично их выкупают те инвесторы, которые готовы поучаствовать в этом. То есть готовы рискнуть, пойти на то, что купить акции до того, как они появятся на бирже. И если после их появления на бирже эти акции взлетят в стоимости, то можно будет очень лихо заработать. Что, собственно, и происходило во многих примерах. Однако, если происходит обратное, если акции после того, как провели IPO, акции вышли на биржу и в публичных торгах они начали падать в цене, вы, соответственно, на этих акциях теряете деньги. Зачем компаниям IPO? Давайте разберемся. Зачем вообще компании выходят на биржу? Какая их цель? Первая цель может быть – привлечь капитал для их развития. То есть компания продает часть себя, но обычно они определяют какую-то долю, которую продают публично. И, как правило, продавая публично, условно говоря, в розницу массе розничных инвесторов, небольших, ну и больших в том числе, компания на этом может довольно серьезно заработать и привлечь заметный капитал для своего развития. Второй вариант, вторая задача IPO ведет к более тщательной, более публичной отчетности, более прозрачной отчетности, которую банки воспринимают очень позитивно. То есть компания, которая прошла IPO, которая в гораздо более серьезной степени отчитывается публично, она, соответственно, имеет гораздо большие шансы выгодно кредитоваться в банках, иметь там большие лимиты, более выгодные условия и так далее. Третий момент это рыночная капитализация, то есть стоимость рассчитанная на основе биржевой цены. То есть как считается рыночная капитализация? Берется текущая цена акций и умножается на общий объем акций. И становится понятно, сколько в текущий момент реально стоит компания. При этом эта рыночная капитализация тоже может давать ряд своих плюсов. Эти акции могут закладываться как активы, ну и еще целый ряд моментов. Четвертый, на самом деле, довольно важный фактор. Это просто фиксация прибыли акционерами, более ранними инвесторами. Как основателями компании, так и, может быть, бизнес-ангелами, которые инвестировали на самых ранних этапах в компанию. Которые хотят зафиксировать свою прибыль. Они прошли от этапа создания компании до публичного размещения на бирже. Все, они фиксируют свою зачастую весьма заметную прибыль на этом этапе, если компания до него, конечно же, дожила. Потому что большинство компаний не доживает до этого этапа. А процесс самой подготовки компании к первичному размещению, это довольно длительная процедура, занимающая, как правило, от нескольких месяцев до года. То есть, как это происходит? Компания нанимает андеррайтера, то есть организацию, которая поможет им с размещением. Формируется заявка, проспект эмиссии, где указываются основные параметры, сколько продается, масса параметров сделки. Заявка отправляется на одобрение к регулятору. В зависимости от юрисдикции, это могут быть разные организации. Затем проводится roadshow, то есть так называемое шоу, где компания проводит регулярные презентации и рассказывает, как круто принять участие в ее IPO. Ну, компания вместе с андеррайтером. То есть, они всячески раскручивают идею, что надо купить эти акции, они потом взлетят в цене, вы круто заработаете и так далее. Затем, собственно, проходит процедура первичных продаж и после этого акции допускаются на биржу и уже по ним устанавливается рыночная цена. То есть, как оценивает широкий рынок акции этой компании. И тут уже либо инвесторы, зашедшие в IPO, все хорошо они на этом заработали, либо им не повезло, что тоже может быть. Андеррайтинг в банке, он проходит по трем основным направлениям. То есть, банки тоже оценивают компанию, оценку уровня доходов, кредитные истории, вероятность обеспечения по кредитам. Ну, еще банки большое количество факторов оценивают в компании. Как можно заработать на IPO? Первый шаг. Ищем брокера, который может вывести вас на IPO. В России таких немного. Вот я лично участвовал через брокеров Freedom Finance. С примерно середины осени, с октября или с ноября 2018 года, я вот начал с Freedom Finance участвовать в IPO и заработал очень большие деньги. Там в процентном отношении и в абсолюте, в принципе, тоже. Далее мы через брокера выходим на IPO и на возможность участвовать в IPO оставляем заявку на покупку какого-то количества акций. Допустим, анонсируется, что такого-то числа будет первичное размещение акций таких-то. Сколько вы хотите купить? Вы говорите, вот я, цена такая-то. По такой цене я хочу купить, ну или диапазон цен. Я хочу купить такое-то количество акций. После этого происходит следующая вещь. Происходит так называемая аллокация, с которой у всех есть сейчас трудности и вопросы к этому моменту. Аллокация это распределение ограниченных ресурсов. Поскольку последнее время на IPO были просто безумные заработки, к этому инструменту очень высокий интерес. И масса инвесторов хотят в этом поучаствовать. И в последнее время часто происходит так, что инвесторов, желающих принять участие, намного больше, чем размещаемых на первичном размещении акций. И в итоге вы подали заявку, допустим, на 100 акций, а у вас аллокация 5%. Вам дали всего лишь 5 акций по такой цене. И, к сожалению большому, в последнее время при прямом участии в IPO с небольшими суммами, небольшие это меньше примерно 100 тысяч долларов, у вас аллокация будет крайне низкая. По крайней мере, вот последнее время получалось так. По этим причинам, в частности, я перешел практически все свои активы, которые были в IPO, перевел в фонд IPO. Потому что у фонда аллокация выше, но про фонд я упомяну чуть позже. Локап период. Очень важный параметр, что после того, как произошло, вот вы поучаствовали в IPO, есть так называемый локап период, когда вы не можете продать акции. Обычно это 90 дней. То есть в течение 90 дней, после того, как вы приобрели акции, вы не можете их продать. Ну, чтобы меньше было такого хаоса, меньше спекуляций, хотя это странно звучит на бирже, меньше спекуляций, она и создана в большей степени для спекулянтов. Но, тем не менее, то есть есть такое, чтобы меньше было обвалов, резких скачков и меньше паники в том числе. Поэтому вы должны понимать, что купив акции, вы на 90 дней деньги замораживаете. Однако есть способ как бы обойти это. Вот сейчас мы про это поговорим. Что важно уточнять у брокера, если вы участвуете? Первое, это размер комиссионных за вход и выход. Часто весьма недешевый. То есть это весьма недешевая услуга. Порог входа в IPO, то есть сколько, с какой минимальной суммой можно зайти. Когда я заходил в 2018 году, это было 10 тысяч долларов. С меньшими суммами даже вам здравствуйте не говорили. Ну, я утрирую немножко, конечно, здравствуйте вам скажут, но потом скажут до свидания. Сейчас это немножко поменялось, но порог входа снизился. Однако выросли проблемы с той самой аллокацией. Если раньше аллокация была очень высокая и на всю сумму заявленную можно было получить акции, сейчас часто это не так. Так, заявку подали, допустим, на 1000 долларов, а вам на 50 долларов, дали только акции. Порог входа и есть ли форвардные контракты и его стоимости. Что такое форвард? Вот это важный очень инструмент, который надо знать, про который в IPO. Первый момент важный, это лукап период. Второй важный момент, это форвардный контракт. То есть это фьючерсный контракт, согласно которому вы сегодня, допустим, вот вы поучаствовали в IPO. И у вас длится лукап период 90 дней. Но вы видите, что цены уже взлетели на акции. Допустим, акция подорожала в два раза. Вы хотите зафиксировать, не хотите рисковать, говорите, все, я не хочу дальше волноваться, я зафиксирую эту прибыль, меня устраивает. В этом случае вы можете купить фьючерсный контракт, так называемый форвард, согласно которому вы через оговоренный срок, допустим, через три месяца, обязуетесь продать эту акцию по заранее сегодня оговоренной цене. Таким образом, то есть вы сегодня фиксируете, что через три месяца продадите ее по цене, допустим, ну условно вы купили за 100 долларов, сейчас она взлетела до 200 долларов, и вы фиксируете эту цену, 200 долларов, через три месяца вы ее продадите. Соответственно, с обратной стороны, тот, кто этот контракт у вас купил, он обязуется продать по этой цене. Отказаться от этой сделки нельзя, это обязательная для выполнения сделка. За этим, ну, есть инструментарий, как это выполняется, как это обязательство обе стороны должны исполнить. Таким образом, сегодня я для себя зафиксировал уже прибыль. Все, я знаю, что через три месяца, когда закончится лукап период, я в любом случае эту акцию продам за свои 200 долларов. При этом, если цена взлетит и будет 400, я проиграю. Ну, я недополучу очень много денег, а получит тот, кто у меня купил этот контракт, и кто за 200 у меня купит в момент, когда она будет 400. Однако, если произойдет обратная ситуация, акция обвалится, допустим, обратно откатится до 150, то я продам за 200, я заработаю на этом заметно. То есть, это инструмент фиксации прибыли, по сути. Обратная сторона, что это не бесплатно. Форвардный контракт стоит очень заметных денег, то есть, это может быть запросто, допустим, 20% или там 15%. Ну, то есть, довольно заметная сумма. Вы за 200 фиксируете, из них там, допустим, 30 долларов, цена этого контракта будет, например. И таким образом, вы все равно, то есть, если вы зашли по 100, продали за 200, минус цена контракта 30, за 170 вы продали. То есть, 70 у вас прибыли этой сделки. Не считая налогов, которые тоже могут возникнуть в этом случае. То есть, плюсы и минусы форварда. Вы сразу фиксируете прибыль, вы четко, вы сегодня знаете, сколько заработали. И вам дальше не надо волноваться, а что произойдет за 3 месяца. Вдруг объявят еще карантины, все обрушится, все, вы спокойны. Вам не требуются дополнительные средства на это. Нету риска принудительной закрытии позиции. Но минус это комиссия, самое главное. И нельзя управлять позицией, все, как бы она у вас зафиксирована. И если произойдет дальнейший рост, вы на этом не заработаете. Как принять участие в IPO обычному человеку? Есть несколько вариантов. Первое, это при IPO. То есть, это вот если IPO рискованный рынок, при IPO это рискованный рынок в кубе. Потому что, то есть, это участие еще до того, как компании выходят на IPO. Попробуют купить какую-то долю в компании заранее. Этот рынок есть, но я даже не буду о нем рассказывать, потому что считаю это крайне рискованным. И особенно в России совершенно никак не регулируемая история. Хотя, в принципе, в этом можно участвовать. Даже есть и фонды, и брокеры, которые позволяют это делать. Второй способ. Участвовать напрямую в IPO через брокера. Проблема здесь аллокация. Самое главное. Я говорил, что сейчас ажиотаж очень высокий, и аллокация получается низкая. То есть, вы получаете малую долю. Но, тем не менее, это тоже можно. Третий способ. Покупать акции сразу после IPO в первый торговый день. Но тут уже высокий риск. Что, как правило, очень часто. В первый же день после торгов цены взлетают. Ну, либо обратно обваливаются. То есть, в первый день торгов происходит резкое какое-то движение. И это опасное направление. И следующий, наверное, самый разумный, на мой взгляд, сегодня способ. Возможно, вы иначе будете мыслить. Это фонд IPO. Пока, к сожалению, в России, среди российских брокеров, а этот единственный игрок предоставляет это. Freedom Finance предоставляет возможность покупать биржевой фонд первичных размещений. Вот он на текущий момент, практически за полгода, сделал 200% доходность. Плюс. Это огромная доходность. Ни в коем случае не надо рассчитывать, что это будет всегда. И эта доходность не гарантирована. И риски очень высокие. Это надо понимать. Тем не менее, это инструмент, в котором за 2000 рублей. Ну, вот сейчас цена рыночная пая. 2000 рублей. Можно принять участие сразу в широком спектре IPO. То есть, это паевой фонд. Аналог иным паевым фондам по структуре. Посмотрите ролик, который я делал на тему паевых инвестиционных фондов. Но это то, где можно участвовать в IPO с низкими рисками. С возможностью этот фонд всегда купить, продать. При этом, входя очень небольшой суммой и имея достаточно хорошую аллокацию. То есть, своему фонду Freedom Finance дает хорошую аллокацию. Поэтому, на мой взгляд, это вот сегодня наиболее разумный способ участия в IPO. Если вдруг вы знаете иные, тоже доступные через российских брокеров варианты, дайте, пожалуйста, знать. На американском рынке есть свои инструментарии. Но мы сейчас говорим про российский рынок. Фонд это первичных размещений американских. Надо понимать. То есть, это американский рынок, но фонд российский. Доступный, соответственно, через российских брокеров. Ну что ж, вот такие мысли по поводу IPO. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас опыт в IPO. Насколько успешный, неуспешный. И какие у вас мысли по инструментарию. Какие вот, может быть, вы бы советовали. Где, в чем участвуете. Участвуете ли в фонде IPO. Участвуете ли напрямую в IPO или как-то иначе. Жду ваших комментариев. Буду благодарен за ваши мысли, идеи. Всем удачных инвестиций. С вами был Николай Мрачковский. И, пожалуйста, помните о рисках. И IPO, еще раз повторю, это очень высокорискованный инструмент. С, естественно, потенциально высокой доходностью. Удачи!